...спортсменов это 86 килограмм. Итак, первый раунд, дамы и господа. Начинается первый раунд. Еще раз вам напомню, весовая категория 86 килограмм. Мухаммед Джабамамаридов, Самарканд Искендеров. И видим здесь, что будет однозначно жарко. Если у Никиты и Кокоша слетали с банок защита, здесь будет ситуация еще больше. А вылетела Капа, понятно. Продолжаем смотреть за противостоянием. И будет очень интересно посмотреть, кто же вот здесь будет активнее. Активный, так же, как и в предыдущей паре были оба Никиты. Что из России, что из Белоруссии. И вот сейчас первый раунд противостояния этих тяжеловесов, больших парней. Такой же достаточно активный. Первая минута первого раунда подходит к концу. Вот это удар с разворота. Посмотрите, что за красотища. Но, к сожалению, хочу вас немного огорчить. Это заключительный поединок в нашем сегодняшнем дне. И я надеюсь, что он будет такой максимально горячий, что нам хватит вместе с вами эмоций до 11 утра завтрашнего дня. Еще раз напоминаю, в 11.00 завтра будут продолжаться бои. Очень интенсивный первый раунд. И удар с разворота бэкфит второй раз попадает молодой спортсмен из Азербайджана. Опасное движение. Интересно, что азербайджанец меняет стойки из левши в правшу. И они оказываются вдвоем то в левше, то в правше. Либо они очень хорошо себя чувствуют из-за бег стойки, либо таким образом заманивают, запутывают своих спортсменов. Несколько движений с разворота мы уже видели в исполнении из азербайджанского спортсмена. Самандара Искандерова. Мощные удары ногами он бьет. Опять удар с разворотом и боковой вдогонку. Вы знаете, у меня есть и тут два варианта развития событий. Либо он это сделает, и все будет великолепно. Либо он подустанет, и в третьем раунде уже опыт туркменского спортсмена возьмет свое. Смотрите, как раз... На самом деле разносит раунд, просто разносит первый раунд. Азербайджанский спортсмен, он разносит своего соперника. Второй раз на верхнюю челюсть. Они как бы прикусывают, и при ударах, при интенсивных действиях капа вылетает. Но также это еще маленькая фишка. Капу можно выплюнуть, и у тебя, если ты устал, есть 10-15 секунд, пока капу помоет твой угол, и ты в это время можешь отдохнуть. Вот мне интересно, азербайджанский спортсмен, он специально выплевывает капу, или он пользуется... Или она просто неудобно сидит у него. Хорошие скорости, хорошие скорости. Мне кажется, что Мухаммед из Туркменистана почувствовал, что он может переломать ход поединка. Обычно рефери предупреждают, потому что выпадающая постоянно капа, она мешает судьям судить бой, и плотность боя очень сильно снижается в таком случае. И чтобы не снижать плотность боя, капу либо нужно укрепить, либо дают предупреждение сопернику. Интересный раунд для судейства. Посмотрим, что же скажут наши судьи. Закончился первый раунд, очень крутой раунд. Сейчас получилось просто супер моменты записать, если честно. Очень круто попадал здесь Самарканд. Также и Мухаммед тоже старался отвечать. Но, как мы видим вместе с вами, спортсмен из Азербайджана забирает первый раунд. Извиняюсь, назвал Самарканд, он же Самандар. Вот, извиняюсь перед ним, иначе могут быть проблемы с такими большими парнями. Вот, не так много времени у них остается для того, чтобы решить все. И давайте, может, по... И Мухаммед Дмамарадов. Вот, начинается у нас второй раунд. Еще раз напомню, большие парни, 86 килограмм весовая категория. И вот сейчас, мне кажется, скорости будут еще меньше. Ну и, опять же, хотелось бы, наверное, узнать, наверное, от самого спортсмена, сам ли он выплевывает эту капу, чтобы немного передохнуть. Понятное дело, сложно им биться с такой весовой категорией. Но нужно все-таки честно, скажем так, играть по правилам, да, установленным нашим тайландским боксом. Уже 30 секунд второго раунда подошли к концу. Неплохой мидлкик в исполнении бойца в синем углу. И вот тут хорошая двоечка. Правда, попал только вторым ударом Мухаммед по своему сампернику. Тот же контролирует, ищут варианты для нападения. Тут же попытка фронткика от спортсмена из Турганистана. Еще удары, очень много ударов, очень сильные удары от Самандара. И вот здесь даже случается падение. Очень интенсивный был первый раунд. Чуть-чуть подсели скорости у спортсменов. Как ни странно, сохранил взрывные качества спортсмена Азербайджана Самандара Скендеров. Смотрите, как он разнообразен. Он отвечает на атаки своего соперника целыми комбинациями. И в этом раунде он очень хорошо бьет ногами. Хорошие удары ногами. Смотрите, удар бэкфист разворотом и сразу добавил ногу. Нельзя хвататься за канаты. Это по правилам тайского бокса запрещено. И рефери это говорит спортсменам. Высокие скорости. Всего половина второго раунда прошла. И очень высокие скорости у спортсменов. Хорошо они боксируют очень. Молодой азербайджанец. Он ниже ростом. Но смотрите, как хорошо он бьет ногами плотно. С учетом, что это 86 килограмм, я думаю, что Мухаммед Джумамырадов очень ощущает эти удары. Пытается он вычислить своего соперника из Азербайджана на одиночный удар. Но при этом, скажу вам, проигрывает второй раунд в чистую вообще. Не успевает Мухаммед Джумамырадов за своим соперником, за молодым. Может быть, он устал. Может быть, он принял какой-то урон. Может быть, ему просто тяжело манипулировать длинными конечностями своими. Он явно длиннее. У него явно выше рост. У него явно длиннее руки и ноги. При этом Самандар Аскендеров мобильный. Смотрите, какие длинные комбинации. Какие длинные комбинации. И даже локтем он добавил. Итак, мы видим, мы видим первый нокдаун. Первый нокдаун. Интересно, что увидел рефери. Как не будет заминки, так по-мужски просто Самандар Аскендеров поднял капу, засунул ее обратно в рот и пошел драться. Это очень серьезная заявка. Вы знаете, очень может быть. Даже производители. И она плотно, неплотно сидит на верхней челюсти. Возможно, даже режет десна. И спортсмены бывают, ее вытягивают вперед, чтобы она не приносила никаких болевых ощущений. Хороший повтор. Удар в прыжке. Шикарный удар в прыжке. И сразу вход в клинч. От азербайджанского спортсмена потерялся совсем. Мухаммед Джамамырадов. Совсем он потерялся. Удар коленом он пропустил в жилет. Кстати, если бы сейчас туркменский спортсмен был без жилета, я думаю, это было бы досрочное поражение у него. Мощные удары ногами мы видим. Смотрите, спокойно сидит Самандар Аскендеров. Не собирается никуда уходить. Хорош, хорош. Это на самом деле тоже фишка включить шланги и сказать, что, блин, вы знаете, я захотелся. И лишних здесь секунд посидеть, отдохнуть. Начинается третий раунд. Если честно, я сижу и наслаждаюсь над тем, как играется со своим соперником Самандар. Просто очень крутой и жаркий заключительный поединок в нашем вместе с вами празднике, хочется сказать. Да, постоянно мы смотрим вместе с вами эти бои. И, к сожалению, завтра у нас последний день финалы, а вот там будет очень жарко. Немного прихватывают здесь спортсмена из красного угла. Ну и получают предупреждение сразу же от рефери, который находится в ринге. Продолжается поединок. Хотя вот здесь пришлось рефери немного приостановиться, поправить защиту спортсмену из Трубменистана. Хороший поединок. Посмотрите, как он танцует, как он играет, как он просто двигается по рингу. Он готов. Смотрите, вот сейчас вот 3 секунды, и он пойдет в свою контратаку. Это 100%. Хорошие удары, ответные удары от Мухаммеда. Мы вместе с вами наблюдаем. Самандар контролирует все. И очень сильный удар. И что у него, что у Мухаммеда. И вот здесь получается остановка. А еще один. Нокдаун удар по корпусу прилетел очень сильный. Ну что ж, похоже, что все. Поединок у нас заканчивается. Не может, к сожалению, продолжить это противостояние Мухаммед. Просто какая пушка залетела от Самандара. И что ж, отправляется в следующий этап. Финал Самандара и Скендера будет биться против Никиты Кокоша. Вот это вывеска, вот это у нас будет заключительный завтра бой. Очень крутой поединок нам предстоит завтра. А на сегодня у нас, пожалуй, все. Ожидаем, представляем нашим рефери возможность, чтобы решить исход этого противостояния. Отдать победу, соответственно, Самандару и Скендерову. И уже после будем вместе с вами прощаться. А сейчас, наверное, хотелось бы сказать вам спасибо за то, что вы вместе с нами находились все это время. Смотрели нашу трансляцию, подписывайтесь на канал АКС Спорт и на канал вторых игр стран СНГ. Посмотрите на этого парня, что он делает, как он в себя верит, как он играет с нашим.